Уж на работу не втерпешь. Гастарбайтеры не дают покоя жителям дома в центре города. Они ежедневно осаждают миграционную службу, которая занимает первые этажи. Во дворе иностранцы чувствуют себя уже как дома. Шумят, едят, исправляют нужду у детской площадки. Местные устали быть гостеприимными и требуют избавить их от громкого соседства. Возможно ли, знает Екатерина Деменчик. Ради хлебного места они готовы по головам идти. Что ни день, у отделения, выдающего мигрантам разрешение на работу, шум, гам и потасовки. Очередь здесь занимаются с 6 утра. И пока УФМС не открылась, страсти кипят не на шутку. Я должен был получить четвертое число. Понимаете, вот все на какое уже. Все на завтра обещают. И вот, видите, сколько народ. Ничего не успевает. Натиск рабочей силы уже даже дверь не выдерживает. Доводчик сломали. На пределе и терпение жителей дома, в котором расположен отдел. Люди жалуются, что уже два года просыпаются не с петухами, а с гастарбайтерами. Крики под окнами – не лучшее начало дня. Когда выясняют вот эту очередь, выясняют отношения, так тут вообще базар получается. Пенсионеров тут много, отдыхать, в общем-то, надо. Грудные дети спать не могут. На балкон выйти невозможно. Сразу под прицел попадаешь, этих всех мужчин. Проходить тут мимо них, как сквозь строй, тоже не очень приятно. Призвать к тишине мигрантов жильцы пытались и лично с балконов, и письменно через запросы в прокуратуру, администрацию и управление службы. Там отвечают, что никакие нормы отделение не нарушает. Законом не запрещено устраивать офисы в жилых домах. Вот только громкость конфликта уже зашкаливает. На днях, чтобы утихомерить толпу, сюда даже полиция приезжала. Но тише не стало. По словам местных, они забыли, что такое не только тишина, но и чистота. Стоящие в очередь завтракают, не отходя от крыльца, а весь мусор оставляют на затоптанных клумбах. Тут же во дворе и естественные нужды справляют. Трудовые мигранты, по словам местных жителей, оккупировали весь двор и даже устроили здесь собственный общественный туалет. Для него облюбовали вот этот старый гараж. Причем то, что он находится прямо рядом с детской площадкой садика, говорят, гастарбайтеров совсем не смущает. За нарушение санитарных норм и прав жителей на тишину сам госорган привлечь, увы, невозможно. А вот добиться переезда отделения в более подходящее здание вполне реально. Может быть, жаловаться опять же соответствующие органы. Это Роспотребнадзор по поводу ненадлежащего использования земельного участка. То есть, если там устроили общественный туалет, то это противоречит всем правилам и санитарным нормам. Самый крайний вариант – это все-таки через суд требовать запрета нахождения такого учреждения на этом месте. Чтобы спать по утрам спокойно и не переживать о запущенном дворе, юристы советуют жителям вооружиться камерами. Важно фиксировать все нарушения. Так правоту доказать легче. Вот только на попытки снять их мигранты отвечают угрозами. Люди опасаются разбитых окон и других хулиганств. Екатерина Деменчук, Николай Косарев. Главные новости Екатеринбурга.